Душа любит праздность. Что делать? Два состояния празднования, праздника. Празднования, если мы говорим о церковных праздниках, о праздниках души, праздниках нашего духа и праздности. Праздности греховные, праздности, которые есть ничего не делания, которые есть греховная лень. Давайте о первом, о хорошем поговорим. Что такое праздник? Быть праздным, когда душа радуется, это естественно. Праздном от всего ненужного, суетливого, от всего, что можно отложить на другое время. Чтобы побыть со Христом, чтобы пообщаться с Ним, чтобы порадоваться духом, чтобы разделить эту радость другими людьми. И вообще, когда человек находится в сильной радости, то у него как будто выпускаются руки. Ну, по-хорошему. Ему ничего, уже не хочется делать привычного, а хочется, чтобы эта радость продлилась. И чтобы она, может быть, еще больше приумножилась. И, по крайней мере, не скудевала. Бывает праздность греховная, когда руки просто опущены, когда мы ничего не делаем. Когда мы предаемся разного рода мечтаниям. И эти мечтания становятся все греховнее и греховнее. Чувства наши становятся все хуже и хуже. Потому что праздность, вот мы читаем в Библии, книга Иисуса Насирахова, научила многому худому. Она учит многому худому. Человек праздный, если душа его не радуется о Христе, если душа его не с Богом, если он ничего не делает и расслаблен, он подобен некому часовому, который заснул на посту. Если часовой заснул, то, конечно, приходит враг и забирает то, что он хотел забрать, забирает сердце человека. Если человек бдит, если человек находится в радости, находится со Христом, то, конечно, врага он не подпустит. Поэтому, чтобы победить праздность, нужно, с одной стороны, стараться, чтобы Господь был в нашем сердце и научились радоваться Христу и со Христом, и ради Христа. Во-вторых, надо все же постараться, чтобы чистовой нашего сердца, наше внимание, наша вера, наше обращение к Богу никогда не засыпал и всегда бдил. И Господь сказал, что бдите и молитесь, да не внедите напасть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.